Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. В сегодняшнем выпуске рубрики Пушки-ловушки я расскажу вам о самом грозном дебютном оружии для начинающих шахматистов Северном Гамбите, или же Датском, как его называют на Западе. Начинаем! Мы с вами находимся в базе Лечеса, и сегодня мы с вами будем разбирать Северный Гамбит с точки зрения сначала игры слабого шахматиста, а затем с точки зрения игры сильного шахматиста. И таким образом мы с вами разберемся, почему Северный Гамбит сейчас практически вышел из моды. Все дело в том, что там достаточно знать несколько форсированных вариантов и несколько путей, как черным лучше всего уклониться и получить хорошую игру. Ну а для начинающих это просто настоящее дебютное оружие, поскольку выносить соперника вы будете очень легко. И давайте посмотрим, о чем же идет речь. Мы играем Е4, черные отвечают Е5, и мы отвечаем Д4. Как нам подсказывает база Лечеса, это у нас центральная игра. После ЕД мы играем С3, подставляя еще одну пешку под бой. И после ДС играем слон С4, выводим слона на активную позицию. Сейчас мы видим, что база Лечеса пишет, что это датский Гамбит принятый. После СБ, слон бьет Б2, вот эта позиция будет нашей сегодняшней отправной точкой для исследования. Белой пожертвовали две пешки, но взамен этого два их слона нацелены в сторону короткой рокировки будущей соперника. И черным нужно знать, как здесь играть. У черных здесь есть два, вернее три основных продолжения. И вот сегодня мы их вкратце с вами осветим. Первый ход это слон Б4 шах. Второй ход это, соответственно, Д5. То есть это путь сильного шахматиста. Ну и третий путь это ход КНФ6. Но обычно пути с ходами Д5 и КНФ6 затем все равно складываются в одни и те же варианты. Ну сначала посмотрим ход слон Б4 шах. Теперь белые играют КНД2. И вот теперь внимание. Путь сильного шахматиста и путь слабого шахматиста. Сейчас белые нацелились на пешку на поле G7. Ну и слабый шахматист здесь может, например, сыграть Ферра G5. Защитить пешку на поле G7 и напасть на пешку на поле G2. Эта позиция приводится практически во всех дебютных монографиях, в ловушках в дебюте. Здесь черные чем руководствуются? Они хотят побить на поле D2. Хоть ферзем, хоть слоном. Для того, чтобы упростить игру. Поскольку сейчас у черных две лишних пешки. И если им удастся разменять ферзей и поменять как можно больше фигур, то в Эншпель у них, конечно же, будет большой перевес. Но это в корне неверная оценка, потому что здесь белые пользуются преимуществом в развитии. Они играют конь F3. Ну и вот теперь у черных два пути. Как мы видим, в базе Лечеса приводятся два пути. Как раз таки слон D2 и ферзь G2. Ферзь G2 это уже давным-давно известный путь, когда черные уже съедают у нас третью пешку. Но белые играют ладья G1. И теперь после слона бьет D2 шах, такой важный промежуточный ход, белые должны знать один единственный ход. Король E2, который дает им сразу огромный перевес и выигранную позицию. Если, например, сыграть здесь как-то король бьет D2, то тогда ферзь бьет F2 шах. Это тоже побеждает, но все-таки сталкивается с серьезными трудностями в реализации для белых. Если ферзь бьет D2, то ферзь бьет F3. Ну а если конь бьет D2, то ферзь бьет G1. Поэтому король E2, отказ от взятия, теперь висит у черных ферзь. Ферзь H3. Ну и теперь белые забирают на поле D2. И выясняется, что это конец. Потому что пешка на поле G7 висит. Защитить ее, кроме как хода конь F6, невозможно. И здесь прилетают две жертвы, которые полностью разрушают позицию черных. Слон бьет F7 шах. Как мы видим в базе Личес так действительно и играли. На король бьет F7 будет конь G5, вилка. Ну и с другой стороны, а что еще делать? На король F8 прилетает еще ладья бьет G7. Вот такой вот ударчик. И все заканчивается. Висит конь. Ладью надо брать. Тогда шах. Король бьет F7. Шах. На король G8 ферзь G7 мат. Ну а на король E8 ферзь бьет H8 шах. На король F7 будет вилка на G5. На король E7 слон F6. И здесь форсированный мат уже. На король E6 опять же конь G5. Поэтому король D6. Ферзь F8 шах. Снова поле E6 заминировано. Поскольку теперь это уже будет просто мат. Король C6. Водя C1 шах. Король B5. Водя B1 шах. Король C4. И ферзь B4 шах и мат. Вот так вот обычно может закончиться партия начинающего шахматиста. Вот таким вот быстрым и красивым разгромом. Но давайте вернемся на вот этот момент. Когда черные играют ферзь G5. И после хода конь F3 здесь у черных есть интересный другой ответ. Не ферзь бьет G2. А сначала слон бьет D2. Теперь после ферзь бьет D2. Ферзь бьет G2. Все-таки будет висеть конь и ладья. Поэтому конь бьет D2. Ну и вот здесь черным опять же. Лучше всего не жадничать. Продолжать играть например конь F6. Это путь сильного шахматиста. Ну а если они идут в оси тяжкие. Играют ферзь бьет G2. То вот здесь видите. База Лечес подсказывает ходы. Ладья F1. Король E2. Но это все неправильно. Белые здесь побеждают очень красиво. Играя ферзь H5. Подставляю ладью под бой. Но если ее брать. То в конце будет висеть мат в два хода. Ферзь бьет F7 шах. И ферзь F8 мат. Поэтому ферзь бьет H1. Это путь уж совсем слабого шахматиста. Ферзь G6. И тогда ферзь H4. Здесь опять же выясняется. Что а как играть. Белые хотят закончить развитие. Сыграть три ноля. И поставить ладью на поле G1. После чего опять же позиция черных. Проигрывается моментально. Например. Сделаем самые простые ходы. Конь F6. Три ноля. И выясняется. Что все. Конец. Если рокировка. То ладья G1. Но если даже сыграть конь C6. Или D6. То все равно выясняется. Что после хода ладья G1. Это конец. Ферзю некуда ходить. На H6 мы просто пробиваем. И потом пробиваем на F6. Ну а на ферзь H5. Здесь решает конечно же слон бьет F6. Уничтожение защиты. Ферзь теперь висит. Незащищенный. На ферзь H4. Слон H4. У белых лишняя фигура. Да. За три пешки. Но черные толком особо и не развились. То есть понятно. Что все равно позиция черных здесь должна быть проиграна. Давайте включим например движок. Оценку позиции. Ну и увидим что оценка компьютера плюс 5 в пользу черных. Ой в пользу белых. Как вы понимаете этого вполне достаточно для победы. То есть давайте вернемся. Самое начало. Сделаем опять же начальные ходы. Вот эти наши грозные. Когда наши слоны стреляют. И слон b4 шаг. Так играть тоже можно. Естественно. Но после хода конь d2. Конечно же здесь черным не надо играть ферзь G5. Сильнее всего сыграть конь f6. И вот теперь выясняется. Что здесь белому лучше всего играть на какую-то призрачную компенсацию. То есть играть конь f3. Тогда черные заканчивают развитие. Играют в рокировка. Белые тоже играют в рокировка. Ну и после d6 получается позиция. Например после хода конь b3. С компенсацией. Как утверждает компьютер. Но опять же. Если играть движком эту позицию. То компенсация недостаточная. У черных все-таки здесь перевес. То есть это путь сильного шахматиста. После слона b4 конь d2. Сыграть не ферзь G5. А конь f6. Чего здесь обычно боятся. Когда играют в близ. Ну конечно же удара слон бьет f7 шаг. Черные лишаются рокировки. После король бьет f7. Ферзь b3. Белые отыгрывают и пешку. И фигуру. Но опять же. Так мыслят слабые шахматисты. Сильные же будут играть здесь конечно же d5. И после ферзь бьет b4. Просто забирают пешку на e4. И здесь позиция черных уже. Просто выиграна практически. Технически. Потому что ферзь на поле b4 попадает под все бои. Например черные сейчас грозят ходом конь c6 выиграть темп. Бить на поле e4 естественно нельзя. Много раз там в конце ладя e8 и связка. Что делать белым? Они опять остались без двух пешек. После конь e2. Конь c6. Позиция черных здесь с большим перевесом. Итак. Давайте вернемся. Мы с вами рассмотрели. После хода cb. Слон бьет b2. Ход слон b4 шах. Пришли к выводу, что так играть можно. Ну и здесь мы разобрали с вами путь сильного и слабого шахматиста. Теперь давайте посмотрим ход d5. Обычно такой ход приводится во всех шахматных учебниках. И приводится такой вариант с такой ничейной развязкой. Что слон бьет d5. Конь f6. И здесь белые должны играть слон бьет f7 шах. Отыгрывать пешку. Король бьет f7. Ферзь бьет d8. Вроде бы белые выиграли ферзя. Но нет. После слона b4 шах. Это шах. И ладья нападает на ферзя. Теперь белые должны играть ферзь d2. И после слон d2. Конь d2. Ладья е8. Получается вот такая вот скучная ничейная позиция. То есть уже фактически эншпиль на доске. Пешек поровну. Ну и у черных то, что они даже не рокированы. Здесь им играет в плюс. Король ближе к центру. Здесь это им только к выгоде. Потому что в эншпиле король должен быть ближе к центру. То есть здесь позиция получается абсолютно равной. Но белые, конечно же, здесь могут тоже немножечко подкрутить. То есть после хода слон бьет b2. Не слон b4 шах. Теперь смотрим. А ход d5. Основной. Давайте сделаем его. Повысим приоритет варианта. Чтобы нам здесь не запутываться в ветках. Слон бьет d5. Конь f6. Здесь мы играем не слон бьет f7. А конь c3. И ставим черным две симпатичные ловушечки. То есть понятно, что если, например, сейчас черные неожиданно сыграют c6. Как-то пытаются прогнать слона. Затем разменять ферзей. И остаться с лишними пешками. То здесь уже слон бьет f7 моментально побеждает. Поскольку, в отличие от предыдущего варианта, здесь у черных нет шаха на поле b4. То есть ход c6 это грубейшая ошибка со стороны черных. Поэтому после хода конь c3. Давайте вот после хода конь f6, конь c3. А здесь черные могут по-разному играть. Могут слон b4 сыграть. Хотя этот ход проигрывает после ферзи a4. Но сильнее всего сыграть, конечно же, конь бьет d5. После конь бьет d5 вот здесь, опять же, черным надо знать. Смотрим с вами путь слабого шахматиста и путь сильного шахматиста. Мы видим, что 4305 партий, внимание на курсор, здесь черные сыграли c6. И это путь слабого шахматиста, потому что этот ход сразу же практически проигрывает партию. Так как здесь белые побеждают красивым ходом кони в 6 шах. Вот такая вот симпатичная ловушечка. Понятное дело, что если забрать коня, то мы забираем на d8, меняемся. Затем забираем на f6 и объявляем еще и вилку на короля и на ладью. Белые в итоге остаются с лишним качеством. И хотя здесь компьютер, конечно, приводит странную оценку. То есть он утверждает, что вот в этой позиции после слон e6 оценка компьютера здесь всего лишь что-то там в районе плюс 1,2. Хотя у белых здоровые лишние качества. Но, видимо, два слона у черных. Все-таки какая-то компенсация. Там типа слон c4 шах сейчас грозит. Белым нужно все-таки проявить какую-то аккуратность в технике. Но, естественно, белые являются здесь сильнейшей стороной. Ну и вторая такая симпатичная ловушечка. Давайте, кстати, посмотрим путь сильного шахматиста. Сильный шахматист здесь играет конь d7. И выясняется, что у белых нет абсолютно ничего за душой. Поскольку надо как-то развиваться конь f3, тогда черные просто играют c6. Прогоняют нашего коня. И на конь c3 здесь очень сильно сыграть, например, за черных и слон b4, но еще сильнее конь c5. Вот такой вот сильный ответ. Мы нападаем на размен ферзей. Сейчас мы видим, что у черных лишняя пешка здоровая. Дальше черные хотят сыграть слон g4. И получается так, что еще и пешка на поле e4 будет где-то подвисать в вариантах. Плюс сейчас конь d3 шаг грозит. То есть после хода конь c5 черные моментально перехватывают инициативу. Если посмотрим с вами показания компьютера, то видите, что оценка неумолимо минус 2 с лишним пешки в пользу черных. То есть это совершенно не годится. С другой стороны, после хода конь d7, конь f3 делать-то, собственно, и нечего. Потому что белу надо как-то заканчивать развитие. И выясняется, что вся эта ловушечная идея заходит в тупик. То есть конь f3, запоминаем c6, конь c3, конь c5. Все, черные здесь должны победить. Смотрите, знать мы фактически здесь должны очень мало. Вот почему северный гамбит быстро довольно-таки вышел из моды. То есть надежда именно на то, что соперник не знает. И попадается в ловушке. Ну, еще какая, например, идея в этом плане. Давайте вот после... Так, давайте вернемся после d5. Слон бьет d5, это мы все с вами посмотрели. И теперь давайте посмотрим третий путь. То есть c3, dc, слон c4, cb, слон бьет b2. И здесь черные мы d5 разобрали, слон b4 более-менее разобрали. Конь f6. Но здесь варианты сводятся. Конь c3. И черным лучше всего здесь играть. Понятно, что и слон b4 тоже можно играть. Там то же самое, что слон бьет f7. Но давайте опять же рассмотрим ход d5. Теперь после... Конь бьет d5. Конь бьет d5. Слон бьет d5. Снова здесь с вами рассмотрим, значит, путь сильного шахматиста и путь слабого шахматиста. Слон b4 шах. Самый логичный ход. Черный с темпом выводит слона и хотят дальше закончить развитие, играть рокировка. Так как сейчас у них пешка на поле g7 подвисает. Но вот здесь мы играем король f1. И вот здесь, внимание, путь слабого шахматиста и сильного шахматиста. Видите, что 172 партии выбрали путь слабого шахматиста, сыграли просто рокировка. А этот ход моментально проигрывает партию. Опять же, белые поставили красивую ловушку. Ферз d4. Двойной удар. Висит слон и висит мат на g7. Это конец. Сразу же партия заканчивается победой белых. Ну а путь сильного шахматиста. Здесь черные играют c6. Но опять же, почему так не играют? Потому что, конечно же, они боятся хода слон бьет f7 шах. Но бояться этого не надо. Слон бьет f7 шах. Король бьет f7. Ферз b3 шах. Белые отыгрывают опять же. Соответственно, получается у нас материал. То есть, сейчас мы видим, что у них не хватает. Даже, вернее, не то, что не хватает. А сейчас у них пока все поровну. И фигура отыгрывается. Но проблема в том, что здесь очень серьезно отстают в развитии. Белые. Черные играют слон e6. Ферзь бьет b4. И ферзь d3 шах. Вот этот ход просто надо знать за черных. Этот ход просто сразу побеждает. Конь e2. И ладья d8. Ставим еще одну симпатичную ловушку. Но уже белым. Ферзь бьет b7 шах. Теперь конь d7. Самое сильное. Мы этот вариант сейчас с вами тоже посмотрим. Но ладья d7. И теперь, если забираем ладью, то мы еще жертвуем ферзя. И вот так вот симпатично, смотрите, красиво ставим мат белому монарху. Ну, понятно, что это такие поддавки. Сильнее всего, конечно же, сыграть конь d7. Поскольку теперь будет грозить ладья b8 с двойным ударом на ферзя и на слона. Черные хотят сыграть слон c4. Усилить давление на связанного коня на поле e2. Ну, и здесь ничего, кроме бед, белых не ждет. Ферзь b4 какой-то единственный ход. Теперь ладья b8. Даже не ладья b8. А здесь ферзь b4, кстати, хуже. Здесь ладья e1 правильно играть. Но тогда ладья b8, да, мы проигрываем. То есть после конь d7 здесь уже правильно как раз-таки играть ферзь b4. Ну, и вот здесь и слон c4 очень сильно. И ладья b8. То есть в любом случае здесь, давайте вот посмотрим оценку позиции. Видите, что оценка минус 4, минус 5 уже почти в пользу черных после хода слон c4. То есть сами понимаете, что особо знать здесь даже ничего не надо. Вот ферзь b3 шах, слон e6. Ферзь бед b4. Ферзь d3 шах, конь e2. И после ладья d8, вот здесь ладья e1 сильнее всего, конечно, сыграть. Но тогда черные играют конь d7. Спокойно развиваются. И снова позиция у них здесь уже просто лучше. То есть смотрите, что в итоге получается. Что в северном гамбите, если белые пытаются играть на красоту, если черные ничего не знают, то они могут очень быстро проиграть. Если же черные вооружены знаниями, то белых ничего кроме бед не ждет. То есть северный гамбит, следует это признать, он годится только для блица. Ну, может быть, в каких-то случаях быстрых шахмат. И также для пульки очень хорошо. А вот в классику все-таки его применять не рекомендуется. Давайте еще раз быстренько подытожим. То есть понятно, что для начинающих это очень грозное дебютное оружие. Потому что начинающие здесь обычно начинают очень быстро плыть. И попадают под разгромную атаку. Ну, и у черных, как мы видим, очень много путей. И все они ведут к равенству. И слон b4 шах, и конь f6, и d5. Как мы с вами рассмотрели и убедились, все эти пути ведут к вполне хорошей игре, если черные не попадаются в ловушке, которую я вам сегодня показал. Друзья, если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Также буду очень благодарен, если вы зарепостите это видео в какой-нибудь соцсеть, там, ВКонтакте, в Телеграме, в Дзене, еще куда-нибудь, чтобы как можно больше людей узнало о моем канале. Для вас работал Олег Саламаха. Играйте в шахматы, любите шахматы. Ставьте своему сопернику ловушки, обыгрывайте его, и не попадайтесь в ловушки сами, вооружившись знаниями, которые я вам сегодня принес. Пока!